Я буду говорить больше о стандартизации данных, которые назвали новым уровнем соответствующих обморганизаций, которые вы сейчас используете. Если говорить о тех возможностях, которые дают информационные системы, то это можно разделить на две. Функциал информационной системы состоит против двух компонентов. Это какое количество данных есть в системе и какие методы интеллектуальной обработки данных в этой информационной системе мы можем применять. Я больше занимаюсь информационными компонентами, то есть информационным выполнением системы. И сегодня в первой части достаточно активно использовался термин информационное моделирование. И мое сообщение будет именно об этой части. При разработке системного проекта регионного управительства, в котором я занимался темой информации данных, была предложена вот такая модель, то есть модель информационного отмена основана на гидре данных. Ядро данных состоял из трех компонентов, из трех слоев. Это универсальное ядро, которое вынимается всеми предметными областями и дальше идет ядро предметной области. Это основные сектора экономики, направление деятельности. И предметное ядро для реализации транспорта и директоризируется уже на предметно-ориентированную часть. Если говорить о поставщиках информации для ядра, это будут основные поставщики и ведомственные системы. Дальше у нас есть реестры. И вот я в своей работе, ну или даже сейчас хочу представить еще один компонент, о котором я не говорил, это вот система копирования. То есть система копирования, которая должна сопровождать систему информационного обеспечения, вот эту информационную инфраструктуру электронного государства для того, чтобы корректно производились наложения информации, поступающей из разных систем. И вот этот вот элемент, он является обязательным и международной практикой вот это вот показывает, и я сейчас попробую это продемонстрировать. Ну то есть если говорить о том, в остальных частях, то у нас здесь показано аккоративное направление, это оптическое, ну и дальше там витримы данные, бургиноназные данные, то есть это все вещи, которые сопровождаются, ну или обеспечиваются любой информационной системой в той или иной степени. Значит, по поводу универсального ядра вот немного о едве данных. Универсальное ядро, оно в данном случае состояло из четырех элементов, это физическое лицо, юридическое лицо, объектная движенность и местоположение. Дальше на основе этого строилась некая архология, либо графическое отображение вот этого, и посредством вот такой вот логической модели выстраивалась уже физическая модель, в принципе, квадратный ядро на уровне универсального ядра и предметных и предметно ориентированных отдельных областей реализована. Но, естественно, качественных прототип, то есть работающей системы пока нету. Значит, по предметной области было рассмотрено два случая, вот финансовый сектор и высшее образование. Новые секторы, они так или иначе представлены в предыдущих докладах и, в общем-то, а дальше предметно-ориентированная часть, она уже вот представлена на уровне университета. То есть это у нас учебный план, программы, дисциплины и прочих вещах, которые являются, на уровне вот такого физического представления реализованы именно в некоторой транзакционной системе. Есть связь между моделями, которые показывают... Ну, то есть есть отдельная модель межурманных связей, которая позволяет в сущности представлению в университете транслировать на домен, то есть на предметном, то есть дальше уже на доменном специфическом или предметном специфическом 5. Ну вот здесь, если говорить об университете, на этой картинке представлена модель, ну или графическое представление, антология, которое реализовано у нас на экономическом скультете, позволяет собирать данные из разных систем, в том числе вот из той истины, которая здесь была представлена. То есть мы определяем первичные сущности, и дальше идет комбинация вторичных производных сущностей на основе вот этих вот первичных сущностей. И в конце у нас получается, что, ну скажем, вот каждый поток имеет такой глубокий бизнесовый ключ, который детализируется, да? То есть если мы хотим там посчитать нагрузку преподавателя, то достаточно ввести код преподавателя и все, что он считал там в предыдущие года, семестры, предметы, кафедры и так далее, где он был, в нем попадается, у нас это все попадает, у нас это все появляется в явном виде, да? То есть, значит, вот когда мы говорим о такой системе для каждой предмет новости, у нас появляются вот эти вот узлы там. и узлы, то есть вот если мы говорим о соединении данных там из истинной 1С из расписания, нам нужно, чтобы вот этот вот узел там, уз, который состоит из девяти позиций, был, ну то есть, при входе в систему, то один и тот же объект, отражающийся в разных локальных системах, имеющий свой профиль, получал один и тот же код. Тогда он накладывается друг на друга, и мы можем смотреть уже в контексте каждой системы состояние объекта и сравнивать их между собой. И когда мы говорим о каждой предмет новости, нужно выделить вот эти вот узловые ключевые моменты, которые нужно стандартизировать. стандартизировать их нужно, ну, хотя бы вот в рамках в рамках того сообщества, которое будет пользоваться вот этими вот, вот этой системой. В принципе, вот международно говорит о том, что глобальная система идентификации, она присутствует, имеется опыт создания, да, ну, в частности, вот глобальная идентификация юридических риск, то есть глобальная система идентификация, он имеет стандарт международный, то есть доведено до уровня международного стандарта, двадцатка государств в девятом году в Петербурге проголосовало за принятие этого стандарта, и в шестнадцатом году этот стандарт уже принят, но вот цель этого стандарта в чем состояла, в том, чтобы навести порядок в кампании, которые задействованы на международных финансовых рынках, да, то есть вот в нашем случае присвоением вот этого года занимается национальная расчетная капиталь, то есть для того, чтобы аккредитоваться на бирже, либо на международной бирже, либо на российской бирже вы обязательно должны получить вот этот идентификат, и тогда все операции, которые вы совершаете на российском, или на зарубежном рынке, они будут прозрачны для понимания контролирующих органов, и это вот именно контролирующий такой аспект, но при этом, в общем-то, достаточно большой потенциал вот эта стандартизация лежит именно в более низких слоях, например, идентификация на уровне предметно-ориентированной части является системный идентификатор финансовых инструментов FIGER, то есть финанс идентифайер, global finance инструмент, global identifier, и этот стандарт сейчас, сначала он был разработан бундерком для того, чтобы навести порядок в одном канадском глобальном банке, который не понимал, как сопоставить данные по одним и тем же инструментам, торгующимся на разных площадках, ну, и была выставлена вот якобы методология, которая позволяла это сделать. И потом бундерк довел это до состояния стандарта ОМЖ, Object Management Group, и в июле будет голосование по поводу перевода этого стандарта международного бунта. Ну, то есть все финансовые инструменты, торгующиеся на российском рынке, могут быть коды вот этих инструментов, могут быть получены вот на этом ресурсе оба бунта. И, соответственно, вот эта вот ситуация позволяет наводить порядок не только в области регулирования, но и в области на уровне корпоративных, да, то есть когда нужно... 3 минуты. Хорошо, да, я уже так почти закончил. То есть нужно вот эти вот... Вот этот стандарт позволяет решить предметно-ориентированной части. Если вернуться вот... Вернуться получается... Правильно? Если вернуться вот сюда, то, соответственно, в каждом из вот таких вот доменов у нас появляются некие точки, которые являются критичными для того, чтобы навести вот этот вот порядок. Если мы построим... Ну, то есть определим состав областей, определим вот эти точки и найдем некую... Сонстративные некие комиссии, которые будут вот эти вот коды. То есть там идет присвоение, управление, верификация, депонирование и так далее. То есть есть ряд моментов, которые, ну, сопровождают вот эту деятельность по кодированию. Вот не просто идентификаторы, а есть такая антология, которая не просто составляется, вот эту антологию по факультету, но составляли не от семьи, наверное. Сейчас она вот уже привела... Начала нормально работать, позволяя собирать данные там из пяти систем, и они поехали друг на друга в адрес и так далее. Но, то есть вот эта вот работа, она, ну, предстоит для составления информационного пространства электронного государства. Это вам. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Уполнение. Значит, лет пять тому назад в случае ее популировки появилась образовательная и очень супермаркетная. Вы возьмите, я могу, Женя, то, что касается стандарта, о чем мы потом поговорим, потому что это вещь еще нужная. Но мы 15 лет делись на этой темы. Принципиально важно для этого движения на рынке то, что признание вам будет. Если вы начинаете говорить о стандартных применениях или в интернациональных признаниях, то, что у нас будет наивность.